Приветствую! Воинская служба – это рабство или нет? Таким вопросом задаются люди, которые начинают рассуждать о природе воинской службы и о порядке призыва. Ну и действительно, когда мы говорим о призыве, мы знаем, что он проводится под угрозой уголовного наказания. И мы знаем, что если человек уклоняется от призыва, уклоняется от мобилизации, то его привлекают к уголовной ответственности по статье 336 Уголовного кодекса Украины. А дальше, если человек соглашается на этот призыв, что с ним происходит? Он попадает на службу в армии, где он, по сути, не принадлежит самому себе, он не может определять распорядок своего дня, он не может определять, что он будет делать. Почему? Потому что в соответствии с уставами он должен выполнять приказы вышестоящего командования. И отказаться от воинской службы он тоже не может, потому что мы знаем, что если он самовольно откажется от воинской службы, то это снова уголовная ответственность. И там еще более серьезные сроки, чем от зауклонения от мобилизации. И вот есть люди, которые говорят, ну так все же признаки рабства. И вот давайте разберемся с этим. И разбираться мы будем, читая Конституцию Украины в первую очередь, ну а во вторую очередь мы посмотрим то, что для нас является авторитетом таким своеобразным. Это международные акты. И посмотрим, как международное право смотрит на воинскую службу. Итак, начнем мы с Конституции Украины. А в Конституции Украины есть статья 43, в которой написано следующее. Використание примусовой работы забороняется. А дальше смотрим. И вот здесь мы с вами на что обращаем внимание. Что Конституция, устанавливая общее правило, использование принудительного труда запрещается. Говорит, что не считается принудительным трудом воинская либо альтернативная служба. И конечно же для нас теперь главный вопрос. А это вообще соответствует международным актам. Чтобы разобраться в этом вопросе, мы сейчас их и посмотрим. И смотреть мы их будем в таком хронологическом порядке. И в первую очередь обратимся к Конвенции о рабстве. Конвенция о рабстве датирована 1926 годом. И в ней высокие стороны договорились о том, что рабство нужно упразднить. И они договорились друг другу содействовать и всячески помогать в этом праведном деле. Мы ее не будем читать всю. Мы посмотрим с вами статью 5 этой Конвенции. Что здесь сказано? В пункте 1 этой статьи сказано, что С учетом изложенных ниже в пункте 2 переходных условий Обязательный или принудительный труд может требоваться только для общественных целей. То есть Конвенция о рабстве говорит о том, что Принудительный труд возможен, но он возможен только для общественных целей. Дальше они пишут, что в тех территориях, где существует Обязательный или принудительный труд для других целей, помимо общественных, Высокие договаривающие стороны будут стремиться к постепенной И, возможно, скорейшей ликвидации этой практики. Обращаю внимание, что стороны будут стремиться к постепенной И скорейшей ликвидации этой практики в тех территориях, где еще существует Обязательный и принудительный труд для других целей, помимо общественных. То есть, если принудительный труд используется во благо обществу, То он разрешен, собственно говоря, то, что и написано в первом пункте. И никто труд, даже принудительный труд во благо общества, не договорился в этой конвенции упразднить. Идем дальше. Конвенция о принудительном или обязательном труде. Это конвенция уже Международной организации труда. К слову, все ссылочки на акты, которые я сейчас вам показываю, они будут в описании к видео, и вы сможете самостоятельно их изучить. Итак, что в этой конвенции сказано? В 1930 году они решили следующее, что каждый член Международной организации труда, который ратифицирует настоящую конвенцию, Обязуется упразднить применение принудительного или обязательного труда во всех его формах в возможно кратчайшие сроки. И вот обычно, если вы найдете схожие видео, то блогеры, которые не юристы, они вот показывают это и говорят, Смотри, ну договорились же упразднить применение принудительного или обязательного труда во всех его формах. Никаких исключений нет во всех его формах. Но, почему я всегда говорю, что когда вопрос касается права, нужно все-таки смотреть юристов, да, блогеров-юристов. Почему? Потому что в отличие от блогеров-неюристов, которые рассказывают о праве, юристы имеют системные знания. И системные знания строятся в первую очередь на том, что мы, юристы, читаем документ всегда до конца, для того, чтобы сделать вывод о том, что же там написано. И сейчас мы с вами сделаем это. Но не будем, конечно, читать его весь, но прочитаем вторую статью. Вот мы увидели первую статью, где запрещается принудительный труд и нужно все формы устранить. А что же во второй? Во второй статье написано понятие принудительного труда. И здесь сказано, что принудительный или обязательный труд означает всякую работу или службу, требуемую от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания для выполнения, которой это лицо не предложило своих услуг добровольно. И здесь я уже чувствую, как кто-то поторопился и написал комментарий. Олег, ну вот же ж, у нас есть статья за уклонение от мобилизации, значит же ж все сходится, это принудительный труд. Нет, давайте ж почитаем дальше. Смотрите, пункт второй. Однако термин принудительный или обязательный труд для целей настоящей конвенции не включает в себя любую работу или службу, требуемую в силу законов об обязательной воинской службе и применяемую для работ чисто военного характера. То есть данная конвенция из термина принудительный труд исключает воинскую службу. И соответственно к воинской службе положение этой конвенции в той части, где говорится, что надо запретить принудительный труд и так далее, просто не применяется. К слову, еще хочу обратить ваше внимание, вот какую еще работу не считает конвенция принудительным трудом. Пункт Д. Любую работу, требуемую в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случаях войны или бедствия, или угрозы бедствия, как-то пожары, наводнения, голод, землетрясения, сильные эпидемии, эпизоотии, нашествия животных, насекомых или паразитов растений, и вообще обстоятельствах, ставящих под угрозу или могущих поставить под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего или части населения. Это я, кстати, сразу говорю к вопросу о трудовой повинности, которую могут применять во время военного положения. Итак, здесь мы для себя что определили? Что эта конвенция исключает из понятия принудительный труд воинскую службу. Идем дальше. 1948 год. Всеобщая декларация прав человека. Всеобщая декларация прав человека в статье 4 говорит, что никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. И здесь обращаем внимание, что нет никаких исключений. И возникает вопрос, так может все-таки те конвенции старые, и здесь в 1948 году уже полностью упразднили принудительный труд, и соответственно воинская служба туда попала. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я предлагаю посмотреть конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Это Европейская конвенция по правам человека. Она датирована 1950 годом. И вот смотрим, что здесь сказано по этому поводу. Статья 4. Запрещение рабства и принудительного труда. И смотрим мы пункт 3. Вот здесь. Для цели настоящей статьи термин принудительный или обязательный труд не включает в себя. И вот смотрим, какую работу не включает в себя. Всякую службу военного характера, а в тех странах, в которых правомерным признается отказ от военной службы на основании убеждений, службу назначенную вместо обязательной военной службы. То есть, альтернативную службу, либо воинскую службу. То, что записано в нашей Конституции. Да, если еще раз мы вернемся сюда, мы увидим. Не вважается промысловую працею висково, а альтернативно не висково служба. Ну и давайте еще посмотрим руководство по статье 4. Конвенция о защите прав человека. И это руководство, вот обращаю ваше внимание, датировано 1920 годом, то есть новенькое уже. Здесь мы посмотрим с вами 23 статью, ой, 23 страницу. Так, я сейчас увеличу, чтобы вам лучше было видно. Вот так. Вот здесь мы обратим внимание на следующее. Комиссия по правам человека пришла к выводу, что обязанность солдата, поступившего на военную службу по достижении совершеннолетия, соблюдать условия службы и подчиняться связанным с этим ограничением его свободы и личных прав, обычно не представляет собой нарушение прав, которое может охватываться понятием рабства или подневольное состояние. К чему я веду? К тому, что даже в 2020 году комиссия по правам человека не считает воинскую службу некой формой рабства. Надеюсь, что изучив международные акты, теперь никто всерьез не будет говорить о том, что воинская служба это рабство. И соответственно мы понимаем, что Конституция Украины, 43 статья Конституции Украины, соответствует тем международным актам, которые мы с вами увидели. По сути, она дословно их повторяет и в этом плане можно сказать, что Конституция соответствует максимально международным стандартам в сфере прав человека. При этом я прекрасно понимаю, что моя публика она понимающая, читающая и ищущая. И безусловно я знаю, что кто-нибудь обязательно найдет 105 Конвенцию Международной Организации Труда и скажет мне Олег, ай-яй-яй, ты про нее забыл или не знал, или сознательно нам не показал, что там написано про мобилизацию. Поэтому, чтобы, так сказать, сыграть на упреждение, я сейчас вам покажу и мы с вами вместе разберемся, а что же написано в 105 Конвенции. Конвенция номер 105 Международной Организации Труда под названием «Конвенция об упразднении принудительного труда» была принята в 1957 году. И интересна она тем, что здесь используется слово «мобилизация». А теперь смотрим, в каком контексте. Здесь сказано в статье 1, что каждый член Международной Организации Труда, ратифицирующей настоящую конвенцию, обязуется упразднить принудительный или обязательный труд и не прибегать к какой-либо его форме. И дальше двоеточие и перечень форм, которым нельзя ни в коем случае прибегать, которые прямо запрещены. И здесь в пункте «Б» используется такая терминология «в качестве метода мобилизации и использования рабочей силы для нужд экономического развития». И здесь я понимаю, что те, кто нашли бы из вас самостоятельно эту конвенцию, с большой вероятностью сказали бы «Ну вот же ж, мобилизация – это признана принудительным трудом, а значит и призыв на воинскую службу в связи с мобилизацией невозможен». Но давайте все-таки внимательно эту фразу почитаем. И если мы разобьем эту фразу на некие структуры, на структурные элементы, то мы увидим, что здесь написано, что запрещено. Запрещено мобилизация и использование рабочей силы. А вот здесь с какой целью? Для нужд экономического развития. То есть, если мобилизация и использование рабочей силы производится только с целью экономического развития, это будет полностью описано Конвенцией МОД 1957 года и будет считаться принудительным трудом. Но призыв в связи с мобилизацией в Украине и объявление мобилизации, оно же связано не с нуждами экономического развития, а с тем, что на территорию нашей страны зашли войска другого государства. Ну что ж, надеюсь, что и с этим вопросом мы разобрались. И в тех случаях, когда будет подниматься вопрос защиты прав человека во время мобилизации в Украине, люди будут обращать внимание на то, что действительно им может помочь. Потому что крики о том, что воинская служба это рабство, нельзя это делать по международным актам и так далее, они не помогут. Почему? Ну потому что это не соответствует действительности. Мы увидели с вами, что международные акты разрешают призыв на воинскую службу и считают абсолютно это таким нормальным явлением. И когда речь идет о защите ваших прав, то нужно выбирать те аргументы, которые действительно зарекомендовали себя на практике и могут реально помочь защитить вам ваши права. На этом у меня все. Если вы досмотрели это видео, то надеюсь, вы считаете его полезным. Надеюсь, что вы поставите мне лайк, подпишитесь на мой YouTube канал. Ну и приглашу, естественно, вас в свой телеграм-канал. Название его вы сейчас видите вот здесь на экране. И, конечно же, традиционно я вам пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok